Ко мне в гости пришла Серафима Гавриловна, мы дружим с ней. А что, это можно? Молиться, говори. Да, нужно, говори. Я буду слушать. Я бы не хотела. Ну, пожалуйста. Вот когда я была в Казахстане. Да. Да. Там 26 лет я была в охране, пекла просеры. И там один пастырь, батюшка Павел, он уже отошел сейчас. Он уже покойный. Да. Я у него была на исповеди. И знаешь что, он мне грехи все подсказал, что я творила, да, делала. Все, все сказал. Потом говорит, ты встала на путь праведный, но к этому у нас, говорит, недостаток. Он сказал во мне, какой недостаток. Да. А ты, говорит, любящий Бога. Так что ты, когда, говорит, увидишь в человеке, что не так делает, ты должна сказать. Да. Должна сказать. А тогда, говорит, сам Господь будет убивать твой грех. И вот что скажи, вот, я там тоже так вот говорила, что сначала молчала, а потом он уже отошел, все это. И даже и батюшку, что не делали не так, а я ему возьми и скажи, да. Да. Вот, это было тоже так вот так. И вот здесь. Вот в этих двух днях троих обличила, поучила. А грех тяжкий сегодня ударил меня. Это и просто радостно мне это было. Да. Вот, это я пришла и благодарность Господу Богу прочитала. У меня такая обычая. Пускай там, какая горе мне нашла на меня. Я беру эту благодарность. Да. Эту Акафису, читаю ему. А сегодня я пришла, то тоже. Да благодарю тебе Господу Бога, что, говорит, грех мой тяжкий. И вот знаешь, как начался, как вот ветерок дует эту травку. Качалась, качалась, качалась. Ну, если бы был батачок, я могла бы, наверное, стоять. Но, наверное, так и надо было. Ну, да. И вот качалась, качалась, и как вот сзади меня, как кто-то толканул меня. Чувствовала, что это грех тяжкий мой. Вот, читала, в одном сене сказано, не обличай злого духа, он попорочит тебя. А я троих. Представь себе. Это радостно, для меня это радостно. Вот. Вот так, Игнат Тихонович. Да, ну вот ты молодец, что? Это уже, кажется, в глаза скажу тебе. Ты не пошла, не села, попросила вот этот костылек и продолжала молиться. Я очень радовался за тебя. А так, а как же? Это должно быть, да? Ну, другой бы заахал. Принесите холодной воды, напиться. Нет. Врача вызвать, укол сделать. Нет, нет, это не должно быть. А ты упала, легко упала-то на ковер. Хватилась за Любу и потихоньку. А я бросился, а ты уже лежишь. Все, все, все. Это просто, мне радостно было. Представь себе. Мне радостно. Но после этого у меня ноги долго... Дрожали. Дрожали, да. Да. И я уже... Это... Я вот часто... Я не знаю, что можно здесь делать, нельзя. А там я всегда, как Акафис, я на колени. Ага, можно. Если не праздничные дни, можно. Кроме субботнего вечера, воскресенье. А будничные... Все время можно. Можно? Можно. Вот у меня такая там была привычка. Да. А здесь уже я этого не могу делать. Здесь, я говорю, порядок другой может быть? Нет, нет, нет. Лишь бы это было не субботу вечером. Ага. А воскресенье вечером уже можно становиться. Господь и Матерь Божья. Я люблю, я любила вот этого. Я весь Акафис простою, на коленочках все, молюсь и молюсь. У меня была такая привычка. И никто не скажет ничего. Вот насчет перед праздником вот этого, и во время праздника, стоят прямо, так установлено. А вечером сегодня уже на коленях можно. А, так у нас что, сегодня пятница? Пятница. Ну да. Все уже, пятницу вечером уже не надо. Вечером? Вечером, потому что наступает суббота. А воскресенье вечером уже можно остановиться на всю неделю. Я так благодарна. И батюшку Павла я вспомнила. Да. Да. Что ты это увидела, говори? Так вот и батюшку это. Это Акима. У него такая была привычка. Это грехи наши тяжкие его. Его много окружают неверные. Ему тяжело, я его понимаю. Да. Тяжело на него. Отпечатки идут на него. Да. И вот он идет с кадилой. Один раз с кадилой. И шел, ушел. И за печку зашел. За печку. И еще Виктор был. Савченко. Да, да. Ага. И гляжу. И Виктор туда пошел к нему. А он с кадилой. И что там они делали, я не оглядываюсь. Но я знаю, что там они. И он тогда прошел. Вот так вот ушел. Ну что, мне же сказано. Мне же сказано, должна сказать. Я ему сказала. Батюшка. Ведь по уставу с кадилой идешь, кадилу не останови, в уставах молитву не обрани. Вот эти слова я ему сказала. А что они там делали-то за печкой? Не знаю, я не оглядывалась. А он с кадилой. Ну, понимаете... Вот грешок загнал куда-нибудь. Это может быть такое дело, как Виктор однажды там печку ложил, а у него рукавичка загорелась. А он ее не видал. Виктор-то, Виктор-то. Нет. Он бросил, а там стружки. Нет, нет. И стружки загорелись. Ну, у него вот так вот. Вот и другой раз еще вот. Вот этот раз еще вот. Недавно это. Лиля стояла с ребеночком. Да. Да. А он раза два-три идет с кадилой, с этим ребеночком останавливается и с нем разговаривает. Я молюсь Господу Богу. Не умени Господь греха. Не умени, да. Не разуми наше. Да. Один раз делал, второй раз делал. Я возьми ему и скажи. А что он может говорить ребенку-то? А вот не знаю. А я же говорю, батюшка. А ведь сказано. Я же тебе говорила, что это, с кадилой не остановись. В устах молитву не обрани. А он с ним разговаривает. А потом... А, я Лиля сначала сказала. Лиля, почему, когда батюшка идет, а ты ребеночка вот так перворачиваешь к нему. Ну, да. А она что мне сказала? А мне батюшка сказал, говорит. Вот это бы не надо. Ну, еще, еще. А мне батюшка сказал. А когда я иду с кадилой, а ты, говорит, переверни ребеночка мне к себе. И он с ним разговаривает. А Господь-то как же говорит. Не упаду вообще неразумному ребенку. Я ему опять это сказала. Ну, еще, еще, еще плохое-то. А ты же не сказала, плохо-то. А еще переживаешь так-то. Да и благодари Бога. Я благодарю. Ну, а он на нему-то, на сердце-то это, я-то, вот. А потом он же это не стал. Не стал. А идет и кадилой. Вот так ты возьми кадилы, но не останови кадилу. И не заговори ты с ним. И вот я же вот выполняю, что батюшка мне... Еще какой-никакой беды нету. Ну, нету. А мне молчать-то нельзя? А. Если мне он сказал на исповеди, ты должна сказать. Тогда Господь будет грех твой убивать. Вот за что я говорю-то. Ну, да, не в храме. Когда он выйдет из храма, тогда и сказать. Потому что в церкви жены да молчат, написано. Ну, в храме-то я-то не говорю. Ну, я и говорю про это. Ты ничего не нарушила. Я не говорю. Я просто скорблю. И Господа Бога прошу. Не умени нам неразумным греха. Хорошо. Мы молимся друг о друге-то. Да. Все время. Я поддержку эту чувствую. Я вам говорил молиться о Максиме. Молиться продолжать. Все так и держит он. Кто? Ну, Максим, Максим, что разрушить хотели-то. А. Все время молиться, не переставай. Потому что они не отстали от этой мысли. И вот, думаю, пойду я это, к Игнатушке, расскажу ему, что было, что совершилось, и сегодня сбылось, говорю. Я рада, радуюсь, я радуюсь. Так ты считаешь, что упала, это что, тебя Бог наказал? А? Ты что, упала в церкви, так это что, Бог, разве, наказал? Считай, это я считаю, грех мой стукнул. Потому что я троих обличила. А в чем грех-то твой? А? А грех-то в чем? Если ты обличила, разве это грех? А, сказано, не обличай злого духа. Значит, в этом человеке сидит злой дух. Он попорочит тебя. Это в чтении, скажено. Никакого порока нет. Вам 92 года. Успокойся спокойно. Ничего в этом никто и не подумал. Не злого духа, а злого человека написано в Библии. Обличи мудро, он возлюбит тебя. Обличи не счастлива, он возненавидит тебя. Это не о духе говорится, а о человеке. Так вот он, он не возненавидел кто? Грех мой? Да я думаю, нет. Нет, это, это, нет, нет. Что спрашивают, твои ноги сколько уже переходили-то? 92 года. Батюшка, батюшка, как же сказала? Тогда, говорит, будет, Господь, сам грех. Это грех мой. Я должна сказать, обличить его. Ну ты сказала, а теперь... А грех мой, Господь греха мой будет убивать. Ну нет, я видел все это, и даже у меня мысли никакой не было. Я подумал, что ты не села. Мне так это удивительно было. Клюшку взяла и успокоилась. А как? А другие только придут, хлюпнутся и сидят. Нет, нет. Нет, я даже мысли у меня не было, что грех-то упала. Вот когда выводят человека, да, а я скорблю за это. Не надо, с храма выводят его, поют, водить ему все. Да, 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 да. Вот это не надо. Я ей говорил, вот тут злой дух уже, вот тут дух злой. Да. Его не отпоешь, надо смиряться. Да. А смирения, если нету, то это стена между Богом и человеком. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Да. И вот я говорю, я здесь уже не стала ни на коленях, не стала поклоны делать. А там я делала, а здесь я боюсь. Как? Ты же сегодня поклоны делала. А? Ты сегодня поклон-то делала, на коленях молилась. Так вот, когда стукнул меня, грех-то тяжкий. Да все стали, и батюшка встал на колени. Мы все молились на коленях сегодня. Ну, я знаю, что это будет, а вот это, гляжу, никто не становится, а я только буду сидеть на коленях. Это смотря в какие дни, надо сначала узнать. Церковь прямо канона прописала, в пятницу вечером земных поклонов нету. Да. До воскресенья вечера. А воскресенье вечером уже понедельник наступает. Да. А почему? Они объясняют так. Так, мы чтим субботу Господнюю творение, и чтим, что Господь восстал прямо из гроба, воскресный день. Если пятница кровавая, то лучезарное воскресенье. А что, Володя уехал, да? Володя отпуск взял, два, две недели. А он-то никогда не брал отпуск? Не брал, 13 лет без отпуска. Ну, я думала, он тут, и я ему вчера эти хлебцы этому передала, говорю, это Володе, и этому. Нет, он сейчас письмо мне написал, уже в Екатеринбурге. А кому он поехал? Родственники все. Я говорю, ты им хочу рассказать о Боге, свидетельствовать. А этот Виталий куда? Виталий уже до дома доехал, с ним я все беседовал, говорил, и он поехал домой, где родители живут, уже дома, в Омске. Справочку ему дали, да? Я не знаю, Игорь, он у Игоря работал, ему заплатили хорошо, за дрова, и то, что он работал там на такую или где-то, ему все заплатили. Он очень довольный. Ну, и справку ему должны дать. Ну, видимо, дали, и мне трудно дать-то, я об этом говорил, но я не спросил его. Ну, слава Богу, слава Богу за что? Если не дали, то дадут. Слава Богу за скорпи зарали. Да, он побыл, нынче у него хорошо, по-хорошему. Прошлый раз был, когда он здесь, я его прогнал. Он не такой был. Нет, он совсем другой сейчас, он совсем другой сейчас. Он, видишь как, я, говорит, когда маленький был, то мать меня, говорит, по рукам била. Что, думаю сделать, а я сама сделаю. Я сама, вот я такой, говорит, и есть, ничего не умею и ни к чему не стремлюсь. Я говорю, ты на мать не ссылайся. Ты ссылайся на свою леность. Все, как медведь из берлоги. Вышел, переваливаешься. Я рядом с тобой, говорю, как ты смеешь так? У нас разница в возрасте на 40 лет. Ну, ему тут, я ему кое-что рассказал. Ты шевелись быстро. Ты должен кормить ребенка. А ему за алименты, долг государства начислило 300 тысяч. А когда он их выполнит? А вот теперь это его забота. Вот сейчас отсюда он маленько послал денег-то, а ему уже пригрозили. Если не будет ничего, то его могут посадить. Это твой ребенок. А она, жена, меня до ребенка не допускает. Поэтому я не плачу. Я говорю, а зачем тебе допускать, когда ты никакой? Ребенок, чему-то от тебя научится-то. А ее, она прелюбодейка. Я говорю, а ты с ней спал, когда венчана была, нет? А ты блудник. Кого ты судишь-то? Да. Мы, говорит, видим, сучки-то, а бревна свои не распилили. Ну, побыл хорошо ему. Слава Богу, слава Богу, я все. Слава Богу, я все. Слава Богу. Слава Богу. Ну, ладно, Игнат Тихон, все, пошла. Не буду тебя. Ничего. Вот сейчас у меня один человек, это он ко мне приехал. Его фамилия Игнатов Сергей Егорович. Ему 68 лет. Он на Украине работает адвокатом. Адвокат. Да, второй год уже приезжает. Он мне все, отец Игнатий, отец Игнатий, вы мой духовный отец. И он свидетельствует другим, говорит. И священника обличает. А они на него. Он говорит, почему вы так делаете? Никого не крестите. Ладошкой мокрой задел. Какое это крещение-то? В воду-то не сходите? Ну, а он, священник, его тогда от причастия отлучил. А он говорит, а я в чем виноват? А так каноны говорят, Василий Великий говорит, и Прим Сирин, Златоуст говорят. А они на Украине там как католики уже все, все переменили. Священники бритые. Ну, и что спрашивать? Ничего не соблюдается. А он стал говорить, все узнает. Я с ним каждый день работаю. Ему не просто так. И он в отпуск, когда он к старшему сыну тут заехал, и сразу сюда едет. Я говорю, только здесь получаю полную пользу. Игнар Тихонович, я вот тебе скажу про этих всех наших, нашу пасту-то вот, да. И я тебя попрошу, когда ты делаешь вот эту проповедь, покороче делай. Не могу. Не надо. Не можешь, не надо. Все не сказано. Вышел из храма, не заговори. Иди домой. Принеси благодать домой. Домой. Вот. Эти сейчас, они жалуются, я вот тебе скажу, батюшки, за тебя, что он много, это, столько в голову не можно взять после молитв. Да какие, 20 минут, а Златоуст говорил, по 30 минут все время. Не надо, не надо. Они все усталые, у них вся суета наша вся. Не делай греха. Они батюшки жалуются. А как же на занятиях сидят сейчас? А у нас в городе полтора часа. Они и так мало слышат. Не надо, не надо, не надо, не надо. Я тоже так вот. За это время, что я услышу от тебя, не услышу, я помолилась, пришла домой. Я о качестве начинаю читать. Букву, в Писании, обрати внимание. А они дома-то почти не считают. И когда батюшка, я-то не проповедую при батюшке. Когда его нету. Почему? Потому что они не хотят две проповеди Златоуста прочитать. Но я тебе скажу, она не прививается. Э, прививается, еще как. Ну, она не прививается. Видишь, они уже ропчут. Они уже... Да мало что ропчут. Но это смотреть разве. Мы не на плоть должны смотреть, а на дух. Ну, а тут она не принимает. Обо всех мы судить не можем. Они не принимаются. А пророк Иеремия говорит, будут они слушать или не будут. А ты говори и не умолкай. Это пророк говорит. Почему? Они народ же соковыйный. Ну, после моления-то же. Да батюшки нету. 45 минут молятся-то. А при батюшке два часа. Ну, да. Ну, да, Хачок. А я говорю, без батюшки. А, там сказано, при молении при батюшке. Да, я... Иди, говорит, не оброни. А домой благодать принеси. Вот здесь приехал митрополит. А я в алтарь никогда не захожу. Но тут зашел. И он мне говорит. Сейчас кончится богослужение. Я прошу, скажите проповедь. Я не могу сделать по-другому. Он говорит. Митрополиты просят сказать проповедь. А потом выходит и благодарит. Я, однажды, сказал проповедь об Японии. Епископ после этого встретились. А он и говорит. Вот этот материал я нигде не считал. А где вы берете? Я говорю, а вон у меня щетки и иконы. Я на молитве стою, и Бог мне дает. Я не имею права выбросить слово. Я не сам по себе это делаю. Ну, опять же, чтение-то мало ведем на занятия. Да. А больше ты говоришь. А ведь в чтении там написано пером, не вырубишь топором. Так вот как, смотри. А тебе вот то, что Господь дает, ты это говоришь. А они слушают. Дело в том, что написано для того, чтобы разъяснить. И апостол Павел продлил слово до утра. Так что один юноша на окне сидел и не в тихий упал. И думали, что он умер до утра. И никто не спал. Мы не должны смотреть на нашу немощь, слабость. Простите, чтобы Бог укрепил. Я говорю не свое слово, а разъясняю. Они это читают, говорят, смотрят в книгу, да видят фигу. Вот, фигу. А когда разъяснишь, он говорит, а я и не знаю, что там написано. Я одному насчитал Евангелие-то. Ну, не для него только. Он утром пришел и весь в слезах. Я говорю, а что с тобой? Да я Евангелие-то считал. И неправильно считал даже. А вы насчитали, я послушал. Так меня Господь так коснулся сейчас. Вот как. Я сам себе не властен. Я хочу, говорю, хочу, не говорю. Я усилил вас, и Еремия говорит, молчать. Но внутри меня огонь был разлитый, как бы огонь. В костях моих. Я не умолкал. Меня Бог повелел сказать. Я говорил это правителям на площадях. Вот последние два года, три года, мы проехали 600 городов. 600 районных центров. Прошли полностью Европу всю. Скандинавия, Прибалтика и везде я проповедовал. Вот сейчас у меня здесь в интернете заходят просмотров. 24 миллиона. Миллиона! И люди ждут каждый день. Каждую проповедь, которую я в храме говорил, она записана. И люди сейчас слушают. И благодарят Бога. Мне пишут, я через вашу проповедь обратился. Я ушел из сектантов. Другой мусульманин был, нынче приезжал, крещение принимал. Поэтому тут Бог делает. Моего там ничего нету. Да, да, да. Вот. А мое было, оно бы мертвое было. Ну, а тебе батюшка ничего не говорила? Никогда. Меня никто не епископ, никто не запрещал. А где меня знают, я в Москву вот приезжаю. Москва, рядом центральный храм. И меня сразу переодевают в одежду, чтобы я говорил проповедь. Поехал в Грузию и там. Заехал в Португалию и там. Везде просят сказать проповедь. На стадионах, в домах культуры. Мне Бог дал слово. Да, да. И новые души приходят, новые. С целыми семьями. Мы, говорит, нашли, где вы говорите. Мы все обратились к Богу. Сейчас, говорит, нам ничего не надо. Мы там в кино ходили, никуда. Только сходили в храм и опять слушаем, что вы говорили. Мне нельзя остановиться. Меня Бог покарает за это. Я несу Божью весть. Он повелел мне. Да. Вот кто-то тебе сказал бы, ты не считай, капец, ты не молись дома. Что ты скажешь? Ты скажешь, да от кого ты пришел? От какого духа? Да. Да, да. Ну вот сейчас вот один раз Владыка мне что сказал. Сидели мы. Это же маленький был Владыка. Я не знаю, как его. Евтихий. Вот. Обед был. После обеда. Сидима. А батюшка взял ему вопрос за меня. А вот Серафимия, говорит, а мне тогда было 88 лет. А я все говорю, отойти от храма, отойти от храма. Все, наверное. Уже хватит, я говорю, наверное. И вот он говорит, как ей быть, в келье или в храме. А ей 82 года. А он говорит, кельная. Было 88 лет, и он мне сказал, кельная моления. Видите, вот все, мне надо уже отойти, а я и все тут. Другой раз вот что-нибудь так вот увижу во храме, не так. А мне больно. Вот это вот так. И опять беру, ну, мысли приходят, отойти. А сказано, не каждому мысль верьте. Да. А возьми Евангелие, Евангелие, проверьте. Я тогда беру Евангелие, стою, Господи. Ну, можешь ты меня уж, может быть, я говорю, отойти мне от храма. Ну, не моя воля, а будет твоя, говорю, воля. Как ты мне скажешь? Как ты меня откроешь? Как мне благословишь? Опять нет. Господь со всеми молился. И это. Вот и я так же. Вот видишь? Я не могу отойти. Значит, скорбишь, молишься. Скорбишь за него, а ты молишься. Вот пророк Иеремия говорит. Мне Господь сказал, они будут как бурный ветер против тебя, а я тебя скалой сделаю, и они разобьются. Да, да. Вот так. Вот так. А я считаю, это ко мне сказано. На меня столько было. Когда меня арестовывали, руки выкручивали, замолчи. Тебе только молчать и все. Я говорю, это нельзя сделать. Кого слушать больше, Бога или человека, как апостолы ответили. Бог повелел мне, иди и говори. Я писал Брежневу, писал Горбачеву, писал Ельцину, в ООН написал даже. Вы отмечать будете, куда народ заблудили. Они мне грозили тюрьмами и все. А за что я отбывал эти узы? Меня по тюрьмам таскали. Только замолчи, говорит, сегодня тебя выпустят. Игнат Тихонович, я считаю себя, я большой, большой нарушитель. Я нарушила, что? Однажды стою я на просверах, и мне было откровение. Что в Евангелии вот читаем, оставь дом и детей. Вот это у меня было откровение. А я, а уже Дима женился. Дима женился, а я вижу, что Марина, она хоть с самой хозяйкой. Ага, и не видит, меня не хочет. Я встала по неделю уже во храме, в своей келье, там спеку и там бываю неделю. И вот тут мне откровение вот такое. Оставь дом, оставь детей, пойди на постоянную жительницу себе сюда. Вот такое было откровение. Ладно, я закончила все. И опять тоже взяла Евангель, встала перед образами. И говорю, Господи, а что это за мысли пришла мне оставить дом и детей? Открой меня, говорю, да будет твоя святая воля. Игнат Тихонович, открываю, ангел мой, открывай со мной. Читаю. Ангел приготовил путь, чтобы в Евангелии. И я тогда это, к Диме, Диме, я говорю, я постоянно, наверное, уйду. Вот туда себе, во храм. А он говорит, мам, нет, ты нам нужна. Мам, нет, ты нужна. Я тогда подошла к Марине и говорю, Марина, нужна я вам или не нужна? Она молчит. Игнат Тихонович, до трех раз я ей сказала, скажи, нужна я тебе или не нужна? Она молчала. Я тогда молчала, молчала, да говорю, молчание, знак согласия. Уйди мне. И все. Так, понятно. И стало потихонечку, как только во храм, моление. Я, их нету, я потихонечку свои сначала образа взяла, туда перетащила. Потом стало, ну, все понемножку, все я на автобусе, и я все туда перенесла. И вот, когда я неделю живу, я там уже, да, в воскресенье приходят обои в этот храм мой туда, да. После храма Дима идет ко мне в просвирню, она стоит на улице, а он просит меня, мама, вернись, мам, тоска, не могу, дом пустой. Все начал меня еще, вот какой грех тяжкий все это начал возбуждать меня, да. Ну и что, что вот я ему отвечала, не знаю, я уже не помню. И он уходит. Неделю опять еще, две недели уже живу. Опять в воскресенье приходят вдвоем, она опять же останавливается у моей просвирни, а он заходит. Заходит со слезами, падает на колени, мама, вернись, тоска, не могу, мама, вернись. И все, вот так вот у него все. На третьей неделе вижу сон. Дом подморской воды, в воде, это все греховное, это грехи манят меня, да. А Дима стоит в озере до половины в воде, а лодку к берегу подогнал за мною. И вот на третьей неделе, ты знаешь, к воскресенью, как он пришел, как он ревел, ревел. Которых там, этих, женщин просит, помогите мне, попросите ее, чтобы она вернулась. Как он ревел, как он все это. И вот на третьей неделе, в воскресенье, они тоже опять пришли, он ревел страшно. И вижу солнцем, что стоит лодка. Я у себя в просвидении, а у меня на руках младенец, мальчик, сам Господь. Я иду в эту лодку садиться. И я подошла, и раз его вот так вот, младенца, в лодку, сама разгибаюсь, он прыг ко мне. Я его опять сажу, да до трех раз я его садила, а он ко мне прахся. Что для меня это не было развития, что Господь, ты мне не велись садиться в лодку, не ворачивайся. Вот, ты вышла, значит, ты вырыгнула блевотину, а вернешься, ты приглотишь эту блевотину. Все истина, это я все-таки вернулась. Вот где я нарушитель, да какая. Я сменила ястреба на кукушку. Оставь дом, что надо мне было. Вот какая я нарушитель. Так вот именно, я за дитями погналась. Мне встали там все, что ты, ты постареешь, ты не знаешь, что с тобой будет. А кто будет за тобой ходить, дети будут. И вот это я все послушание, вот все это греховное я взяла. Так вот мне Господь и стукнул мне болезней на голове. Вот она головушка-то, она безумная. Это для меня сейчас, Игнат Тихонь, живая история. Вот, вот и что правильно Батя сказал, ты любящий Бога. Да. Ты не должна слушать всех, а ты должна вот за Богом идти. Не надо менять вот это, ну кукушку ястреба. А я сменяла, это сам Господь, Он же мне дал пока. Какие мне видения дает Господь, какие видения. Я сейчас близко локоток, а не достанешь. Да. Вот какая у меня живая история, какая у меня все. Тяжесть мне большая. И сейчас вот молюсь, и как вот только вот услышу в Евангелии, оставь дом. У меня сердечко сейчас с тизанами обливается. А то бы я бы так все, какую я сейчас тяжесть нишу. Сын телевизор смотрит. Говоришь ему, хоть в среду, пятницу, ни поста, телевизор смотрит. Ну какое мое моление, молись и, а как Господь принимает, я не знаю. Мне очень тяжело, очень тяжело. Да. Ну, наверное, так Богу угодно. Теперь расскажу вот так. Когда я сюда, это живая история, мне бы все записать, чтобы на это, да. И вот этот, умру, потом бы все рассказали бы людям. Когда я в Потеряевку, сюда, Марина пишет письмо. Узнала, что дом продается в Потеряевке. Она пишет, Володя, покупай дом. И второй этаж строй. А мы приедем. Знаешь, я не хотела сюда ехать. Вот как хочешь, вот не хотела сюда. Но когда она написала, я так обрадовалась. О, они опять приедут сюда. И все. Вот. И я, Володя тоже. Мама, я тут свиней держу. Все это, у меня все это. А ты хочешь опять туда? Володя, давай, ладно. Дима сюда же опять приедет. Ну и что? И стали покупать этот дом. Купили. Стали переезжать. А он и там со свиньями. Пока я свиней не закончу, тогда я только туда, это, приеду. Да. Меня перевез. Постель у меня тут, вся складина, все в кучке лежит. А завтра покров Матери Божией. Надо идти в это, за вечернее. А матушка, меня клевала за этот дом. Я тебя выгоню, я тебе покой не дам. Тебе. И вот надо было ей, под покров, день, прийти ко мне и давай меня костерить. Ну что? Слабость пришла ко мне и все. А надо во храм. Люди во храм идут, а я постель раскладываю. Вот что было. Да, вот как он меня объял, мой грех тяжкий. Я в окно смотрю, плачу. Люди идут во храм. А меня трусит. Не, не это, не идти, а лечь в постель. И сделала себе ловушку. Игнат Тихонович, легла. Только легла. Как снутри меня заговорили слова. Ты приехала, говорит, сюда молиться, а не спать ложиться. Эти слова, как огнем, меня с этого, с постели столкнули. Да. И я тогда, в чем была? В домашнем. И я бегом побежала во храм. Они стояли на молитве. А храм, двери открытые. А я пришла в прихожку. Возле двери вот так вот стою. А Нелли слышала шаги. А они заходят. Она возьми тут, хоть глянь. Увидел меня. Серафимушка, а че ты? Заходи. А я спрашиваю, а матушка там? Она говорит, нету, нету. Я зашла. Порог переступила. У престола опять в это старо стою. Туда на свое место не стою. И я тут простояла всю службу. Закончилась служба. Пришла я домой. Совсем у меня другие слова. Я оживилась и говорю. А пусть она меня огнем обжигает. Но в храм я ходить буду. И вот с этих пор, я как утром встала, я по форме оделась и стою во храме. А с ней, как ее увижу, Матушка, прости меня ради Христа. Матушка, прости меня ради Христа. Еще я прошу прощения. Потом слышу от нее слова. А ты, говорит, не воспринимай мои слова. А внутри у меня совсем другое. И с этих пор мы стали с ней друзьями. Вот какая борьба. Вот как. Это бороться надо. Бороться на тебя. Тебя бьют, тебя клюют. Но ты не отступна. Иди за Богом. Вот сейчас у меня вот такая это. Да. Вот так. А вот я приехал уже, будет четвертый месяц идет. В храме Женю ни разу не видел. Твоего соседа. Нет, а почему он сейчас уж совсем не ходит? Не ходит. А почему? А он сказал, потому что Игнатий ходит, а я не пойду. А у меня мысли эти есть. Такие же были. У меня мысли эти есть. Вот он. Значит, Игнатушка здесь. Да. Он не ходит. А Игнат уедет, он будет ходить. Не будет. А вчера я ему и хлебет передала. А не надо, наверное. Не знаю про это. Я про то говорю. Он на занятия не ходит, потому что занятия я веду. На занятия? Только он и в храм не ходит. Он и в храм не ходит. Ребятишки не стали ходить. В вечернюю субботу никогда не ходили уже ребятишки. Дальше-то на этом не остановились. Он на занятия не идет. Дальше занятия стал Витя вести. Он не ходит. Батюшка стал вести. Он не ходит. Есть такое выражение. Зло. Зло. Выборочное не бывает. Оно опутывает целиком. Не умени, говорит, греха нам. Да. А какой же ты христианин, если у тебя присутствие человека, ты идти в храм не хочешь? Храм-то не человеку принадлежит, Богу. Да, Богу. И сам себя обманывает. Когда, говорит, Богу угодно, дьявол на тебя будет бить. Да. Он больше на тебя чувствует. Ты шерчу свою, все это. Ну, что сделаешь? Ну, вот тут борьба. Ну, знаешь, вот как вот тяжело-то же все-таки делается. А потом вот эту тяжу, что ты перенесешь. И потом, да пусть огнем жгут. А? Вот ты с ним поговори. Скажи, иди в храм. Ты потерял все. И дети не хотят ходить. Я с ним это, вперед еще это, батюшка тоже говорил. Ну, ты поговори с ним. Я с ним разговаривала все. Он не понимает. Дети пойдут не в церковь, они пойдут с сектантом к разным. К баптистам пойдут. Потому что родственники-то баптисты. А брат его, который ходил в нас, винил, я сказал, брат Александр был, тот развелся и вообще ушел в мир. У него трагическое все. Когда у человека беда, батюшка говорит, ну, там, сын запился. Наоборот, мать страдает где-то. А здесь такое дело случилось, он совсем ожесточился. Вот не был бы в Потеряевке, говорит, у меня бы беды этой не было. Так в городе люди гибнут. Дети под машиной сгорают и тонут. Он придумывает сам себе. В Потеряевке не был бы, беды не было. Сын бы не погиб. Но это все сатана обольщает. Вот когда этот Иосиф, похоронили его, ну, мы христианины, мы должны открывать посалтыри и читать. Ведь посалтыри же у него прочитать надо. Ну, и вот, и вижу сон. Пришел Иосиф ко мне. А я давай готовить. Стол накрывает. Он сидит. И я села, и его из ложки кормлю. Он ничего, со мной молчит, все. Покормила, и я проснулась. Я этот сон, прихожу к батюшке, рассказываю. Батюшка, а почему вот так вот? Он пришел, и я его кормила. А он говорит, а ты же за него молись, говорит. А вот Господь и показал, вот пища, говорит. И батюшка мне это разъяснил. Да. Теперь второй раз вижу. Ну, я так продолжаю все. И как эта служба, у меня за упаковение, я просверочку ложу, и он тут. И батюшка это вынимает там. За него идет просверочка все-таки, частичка. Да. И вижу сон. Приходит Оська ко мне. Пришел опять, и тут он мне говорит. Мне холодно, говорит. Я зябну. А я говорю. Да это, ну что тебе, ну на мою кофту, я говорю, пока, одень. И он взял, и накинул на себя мою кофту. А потом я ему говорю. Да пойдем, говорю это, домой к тебе. Ты попрось одежку, оденеси. Ему так. И мы пошли. Когда мы пошли, зашли в ограду. У них машина. Это, Люда же в машине сидит. А он у кого в машине. Женя. А я туда говорю. Женя, Осьевик, говорю, холодно. Одеться бы ему надо. Вот. Он молча сел в машину, и они уехали. И мы во дворе остались с ним вдвоем. И какое откровение мне все Господь отдает тогда. А я тогда ему говорю. Ну что мы стоим? Да пойдем, я говорю, в дом. Зайдем, говорю. Кадюшку возьмешь. А когда пошли мы, за дверь у Бога, она закрыта. На этим я глаза открыла. А я тогда говорю. Господи, а что это, говорю, обозначает? Внутренность, говорит, к Богу закрыта. Вот. Вот какие я опять пришла к батюшке. Опять это. И я это... Смотри, а то упадешь еще. Не, не, не. Я сейчас крепка. Ну ладно. Вот. И я тогда этот сон, и возьми ей, расскажи. Оденьте его, говорю. А внутренность, говорит, или духовно закрыта. Я такой сейчас человек, я стал прямо в глаза, обидят, обидят. Вот. А Господь ее открыл, что дом-то закрытый, значит, этот дом мой. Вот где. Там и земля, там и все у меня, вся рошада. Все там мне еще поливать надо, подпушать надо. Все у нас, внутри нас. Да. Благодарю тебе, милосердь Господь. Пусть нашу беседу Господь принят в молене. Да. Пусть, пусть Господь. Хорошее дело. Ну ладно. Пошла домой, да? Пошла. Ну пойдемте, я вас провожу. Спасибо, Господи. А будете сейчас надену что-нибудь на себя? Я дойду. Маленько, на улицу хотя бы проводить. На улицу хотя бы проводить. Слава Богу. А я же говорю, пойду я всю свою эту нужду расскажу, и в нас приехали. Да. Это хорошо, что ты пришла. Слава Богу. А где твой гость? Гость, а там где Володя, у Володи. А? У Володи там в доме. А, Володя. Вы, может, хотите попроведать его? Нет, не надо. Все, я пошла. Да. Да, слава Богу. Слава Богу. Я пошла к батюшке, их никого дома нету. А, вон как. Да. Думаю, да пойду хоть на тихо ночу. Хорошо. Хорошо ты сделала, сестра, что пришла. Слава Богу. Вот твоя рука и моя рука, они идут вместе. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Скажешь, слава Богу за скорбь и за радость. Ну, спаси Христос. Ну, с Богом. Пошла я с Богом. Давай. Да, Нига, хочешь, мать. Хотелось, а на улицу выпровожить. Оставь все при себе. А? Оставь все при себе. Конечно. Вот. Я бы тебе сказала, кого я обличала, злые духи сидят. Но я не знаю. А ведь нас с тобой так и не могли разлучить. Как? Нас с тобой не могли разлучить, кто по-за глаза еще говорил. Я тоже знаю кое-что. А мы по-прежнему друзьями остались. Всегда. У меня какая нужда, я сразу к вам бегу. Сестра, помоги мне молитвой твоей. А я только подхожу, скажу, Господи, да будь твоя святая воля. Блослови и пошли свою помощь, чтобы он мог совершить во славу твою. Да. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу за все. Слава Богу за все и за радость. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Блослови, Господи, дом. И все живущие в нем. А ты покрой, Богородица, покрой своим хомофором. Не лиши нас небесных благ. Слава Богу за все. Спаси, Христос. Все. 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 Слава Богу за все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...